добрый день всем у меня вот растила такая красота энциклия мария хочу немножко вам рассказать как я за ней ухаживаю может кому-то полезно будет свое время когда я задумалась приобрести ее я находила такую общую информацию то что видела я в видео девочки просто показывали цветение мало кто рассказывал нюансы и тонкости какие-то и вообще как они ухаживают за своим растением ну я решила немножко свою поснимать барышню вам рассказать может быть будет кому-то полезно для начала покажу вам сам кустик как видите растение компактненько некрупно последняя бульбочка вот всего лишь четыре сантиметра вот эти листики побольше чем прошлогоднюю вот и 12 сантиметров всего то есть размеры у нее очень компактные но при этом длина цветоноса вот вы видите как очень длинный цветонос цветочки крупненькие я немножко попозже расскажу о размерах сейчас просто хочу показать вот в чем растет корова крупная вот смотрите крупная кора и сверху просто немножко прикрыт мухом поскольку вода жесткая у нас вот видно здесь корешки пожелтели просто чтобы избавить корешки от ожогов нашей воды я просто всего лишь чуть-чуть прикрыла корни а так растет она в крупной коре вот опять цветочек вам показываю вот возвращаемся к размерам относительно его размера таких довольно таки скромных цветочек получается достаточно крупненький вот размер цветочка 7 сантиметров сама губешечка у него 6 сантиметров это наше второе домашнее цветение и вот в этом цветении у нас проявился аромат если всунуть нос в цветочек мы услышим такой приятный нежный аромат цвету своими такими ноточками я не скажу что сильно сильно прям цитрус проявляется но тем не менее его слышно и соответствует его зеленому цвету скажем так приятный аромат это мне нравится цветение длится порядка месяца по окончании цветения и ближе к окончанию цветения у основания бульбы начинает формироваться новый рост ростик растет около двух месяцев поливаем мы его и удобряем так же как и котлеи когда растет азот когда формируют бульбочку берем фосфорно-калийные и все заканчивается формирование бульбочки растение уходит на покой на покой уходит она ну как по мне достаточно длительный период до полугода у меня прошлый период покоя был с октября месяца по начало где-то середина мая вот и только в середине мая начинается движение в очень крошечном чехольчики чехольчик настолько маленький что его практически незаметно в середине листиков вот здесь вот он формируется там чехольчик действительно буквально там два три миллиметра его почти не видно когда растение ушло на покой ставим его самое прохладное место у меня стандартная квартира городская влажность у меня летом порядка 50 60 процентов зимой у меня влажность где-то 30 40 особо я не не заморачиваясь скажем так созданием условий все как есть так она и растет и вот она на покое мы ставим его на окно забываем о нем поливаем его я плеваю раз в неделю практически забываем скажем так на первый план доставляется всегда цветы цветущие не цветущие уходят в тень когда холодно я оставлю его прямо к самому стеклу у меня возле стекла получается температура зимой где-то порядка 17 19 ниже не опускается он летом соответственно жара какие и везде и 30 бывает квартире 32 окно открыто в жаркий период вечер гуляет ну то есть все как всегда как у всех расписано и все ничего сверхъестественного в уходе за этим растением нет абсолютно простое растение если его кормить давать ему немножко перепад температуры и будет вам счастье вот еще немножко покажу вам кустик очень компактный будет возможность приобретайте покупайте очень благодарное растение мы тоже время красиво всего хорошего